Всем привет! Сегодня мы будем рисовать вот этот домик. Правда, мы его немножечко стилизуем, немножечко упростим, уберем зиму, все тоже, но немножечко другое. Для этого нам понадобится акварель, потом нам понадобится какой-нибудь лайнер. У меня Micron стандартный Sakura, но в последнее время я почему-то начала просто обычной шариковой ручкой черной рисовать. Лучше гелевую не брать, потому что гелевый чаще растекается. И нам понадобится что-нибудь беленькое. У меня здесь Jerry Roll от Sakura, насколько я помню. И есть Posco маркер, но он достаточно толстый, я так на всякий случай его взяла, хотя тоненькую линию и можно повести, потому что у нас здесь есть белые элементы, которые мы не полностью будем как бы вычищать, типа все белым делать. Но кое-где можно будет поставить белые акценты, плюс нам здесь снежок обозначил, что этот дом из кирпича. Так изначально его не сильно видно, но мы немножечко тоже подчеркнем текстуру. В общем, посмотрим, как оно все будет. Но сам по себе домик достаточно хорошенький, я люблю такую архитектуру. Так вот, начинаем. Я начну с того, что сделаю общую разметку карандашом, но прям детали я не буду прорисовывать. Это я уже сделаю ручкой, чтобы два раза здесь все не повторять. Но если вы в себе не очень уверены, то вы можете все сначала карандашом, а потом все сразу ручкой. У меня, как видите, это полный квадрат. Насколько я помню, сейчас я скажу, какой у меня формат. А где здесь? Так. 230 на 230. Короче, 23 сантиметра у меня. Вот. У него просто хорошая плотная текстура, я его взяла. Итак, мы компонуем наш домик. Он у нас, в принципе... Сейчас я точно померю. Вот если до этой крыши... Нет, он все-таки высоты немножко больше. И плюс еще вот эта дополнительная башенка. То мы вот так немножко его вытягиваем. Здесь у нас будет крыша. Так. Сейчас еще померяем, сколько у нас вот этой вот отдельной башенки вмещается в полторы. Полторы у нас вмещаются. И здесь, видите, еще кусочек. Тоже какой-то ниже кусочек. Видимо, там еще какая-то башенка есть. Так. Вот наша башенка. Так. Вот наша крыша. Так. И у башенки, у этой... Она одинаковый уровень. Хорошо. А вот здесь у нас сдвиг. А что здесь получается? Сейчас я посмотрю. Здесь получается какое-то... Я так понимаю... А, здесь окно. Вот. Это кусочек окна получается. Вот здесь кусочек крыши маленький. Вот этой основной крыши. Здесь у нас получается окно. Вот эти окна у нас. Которые мы тоже отмечаем сейчас. И дальше у нас здесь еще одна крыша отдельная. И вот так вот. Все. Разобрались с крышами. Так. Так. Хорошо. Теперь больше размечаем вот эту крышу. Так. У нас здесь выступ. И она сюда уходит у нас получается. То есть мы же фронтально смотрим. Поэтому все наши точки сходятся сзади. Соответственно, все наши крыши вот... Они уходят назад. Так. Вот видите? Вот эти две точки. Они как бы сзади должны сойтись. У вас. Ну, визуально. Как бы. Так. Толщинка. Толщинка. А тут у нас расширение идет. Хорошо. У нас есть расширение. Это я сейчас ручкой все сделаю. И чуть-чуть сужение. Тикс. Так. Дальше крыша. Так. Что у нас здесь? Как-то она тут расходится. Ладно, это ручкой сделаем. Так. Это толщина крыши. Она, получается, немножко вот топорщится. Мы видим низ крыши. Вот этой вот части. Вот она. И поэтому мы видим ее толщину. Здесь же тоже получается вот эта толщинка. Толщина будет. Это какое-то украшение, я так понимаю. Так. Уходим вниз. Да. А, это соседний дом. Это мы вообще не трогаем. Все, отлично. Так. Здесь у нас еще будет белый кантик. Надо про него не забыть. Вот как раз его мы подчеркнем ручкой. Так. А это, наверное, дымоходная труба. Она у нас идет вот сюда. Как вот этот у нее выступ. А дальше она уходит от нас. Тоже туда. Вот. У нас есть дымоход. У нас есть крыша, крыша, крыша. Что у нас здесь? Так. Давайте здесь и разметим. Так. Здесь у нас будет, получается, дверь. А здесь у нас лестница. Здесь у нас, получается, окна у нас. У нас окна, если точка здесь. Вот, значит, у нас тут окна будут. И вот здесь вот этот вот будет зеленуха. Наша горбиками. Вот зеленушечку мы оставим. Мы ее сделаем прям зеленой-зеленой. И мы ее оставим. Тут тоже какая-то зеленушечка. Короче, здесь мы сделаем зеленушечку-зеленушечку. А вот здесь немножечко сделаем дорожки. Ну так, по фактурнее ее сделаем. А что у нас здесь? Ну, здесь тоже такой вот кусочек зелени. А здесь давайте большой горшок пахнем. Он там, в принципе, есть. Мы просто его немножко больше сделаем, чтобы здесь было запомнило чем-то. Вот так. Чтобы оно уравновешивало вот эту зеленую часть. И чтобы у нас вот здесь тоже что-то было. Так. Ну, основные вещи мы наметили. Давайте немножко подробностей. И сразу перейдем уже к ручке. Чтобы это все не так долго мусолить. Так. Получается, у нас у каждой ступеньки есть платформа, которая горизонтальная получается. Потом у нас есть место, где она заворачивается. Ну, получается, толщина этой самой ступеньки. Потом у нас опять идет платформа следующей и толщина следующей ступеньки. Ступеньки, точнее, не лесенки. Ступеньки, ступеньки. Так. Так, это вот у нас... чтобы мы не запутались. Тут он еще выходит за пределы. Так. Я что-то не наметила эту саму дверь. Поэтому она мне немножко все съехала. Вот в чем дело. Я поняла. Так. У нас здесь наверное... Ага. Вот эту штучку надо сверху. Потому что я что-то не захватила, когда размечала. Так. Вот у нас парка. Так. В арке дверка. Так. Здесь толщинка будет. Здесь тонкие тонкие перепоночки. У нас, кстати, здесь желтое пятно. Это, скорее всего... Ну, как бы на ценой картинке там желтое пятно. Скорее всего, там просто горит фонарь. Ну, внутри, точнее. Ну, лампа какая-то или что-то такое. Я это не буду делать. Потому что... Ну, такое желтое пятно оно ничем не поддерживается. Потому что здесь все оранжевое. Мы его проигнорируем на самом деле. Так. Угу. Вот наша дверка оформилась. Так. Здесь тоже будут какие-то штуки. Штуки, штуки. Это мы все сделаем. Вот из этих штук. Вот. Видите, такие черные панели здесь. Отсюда выходит как раз этот перилка. А вот здесь у нас заканчивается лесенка. То есть получается вот эта часть перил немножечко больше у нас развернута к нам. Мы можем проследить, где она тут идет. Какие-то шарики тут внизу. Так, все, не буду сильно перегружать. тоже такое черненькое намечается. Так, а тут просто мы так условно размечаем. Так, хорошо. И получается здесь у нас ничего не такое. Что-то там поведнеется, но ну ладно, сделаем. Или не сделаем, не знаю. Нет, давайте не будем делать. Сейчас я резинку возьму. Так, нет, не будем здесь перегружать эту часть. Она у нас идет в тень. Оно не надо. Вот здесь есть еще декоративная вот эта штучка. Мы ее обозначим, но она все равно тоже будет в тени у нас. Дальше у нас окна есть. Давайте их наметим. Они у нас уходят в двоту зелень. Так, у них тоже эти короны есть такие вот. И вот кирпичами все выложено получается. Так. Все, дальше подробности уже ручкой. Что у нас здесь? у нас здесь тоже окно. У нас здесь должно два окна вообще поместиться, потому что вот здесь декоративное такое окошечко у нас есть. Такое вот смешное. Так. Какая-то штука у него здесь. Ну тут толщина этой белой белого кантика должно быть. Так. Само окно. типа какого-то подоконничка решит такое. Так. Теперь второе окно у нас. Оно должно быть вот такое же. Да. Получается вот такое же. здесь немножко сложнее, потому что здесь прям такое сложно сочиненное окно. но мы не будем прям все-все выписывать в рисовую точнее пока что. Нет уже есть корону. Так. Все. Я на этом этапе закончу, потому что я потом ручкой все сделаю. ух тыж как и что я тут рассмотрела. Я тут рассмотрела кусочек еще такого же окна, но только уже на вот этой башенке. Давайте нарисуем. Обозначим хотя бы. Так, здесь кусочек вот этой вот вот этой крыши. Здесь получается крыша башенки. Так. И здесь получается новая крыша, которая вот сюда уходит. У нее тоже белый кантик. И вот это новое окно. Окно у нас. Нет, не буду. Слишком оно перегружает все дело. Пусть он уже там в тени будет. Так, следующее. У нас окна. И тоже с коронками. И так. И прямо упирается вот в эту штуку. Ну, хорошо. Упирается, так упирается. коронка. Они тут чуть-чуть в перспективу уходят, но такую масочку, что сильно на этом акцентироваться не стоит. Все, в принципе, можно брать ручку и уже рисовать подробности ручки, потому что мы еще прорисуем всю фактуру крыши, что такие шестиугольники красивые. Надо прям сразу прорисовать. Вот мы потом подчеркнем их цветом, но и этим. Ну, смотрите, здесь получается две почему-то другого размера и формата эти черепички. Но мы это не будем делать. Так, я беру обычный у меня просто пинак, по-моему, софт глидер глидер потому что в последнее время что-то эти начали как по-моему нет сильно царапать. А эта ручка так мягенько идет. Так, я просто пока очерчиваю нашу крышу и вот этот белый кантик делаю. белый кантик здесь получается темнее. Просто несколько раз прохожусь и все. Здесь можно уплотнять крышу монометия которая у нас уходит назад. Здесь у нас уже следующая крыша. так ее можно сразу немножко подстриховать. Так дальше можно еще чуть-чуть еще уплотнить в этом месте точно здесь очень темно. так я хочу вот эту нижнюю границу сделать чтобы в нее упирать окно уже так расширение расширение крышу крышу то же самая история что и сверху только у нас здесь есть какой-то светлый кантик остается можно его оставить прямо так вот уже можно еще и расстриховать чуть-чуть еще уплотняем вот это место явно уплотнительно потому что там все в тени вообще так теперь что у нас теперь а у нас пимпытика торчит ну давайте я нарисую так теперь второе точнее первое окно как раз таки нарисуем его внешнюю часть такая у него форма интересная на самом деле и сюда вот под ним видите такая тень мы ее сразу обозначаем вот так вот обозначиваем вот эти штуки я так не понимаю что это такое какое-то вот эти коронки они из чего-то такого то есть это что-то декоративное но что именно не видно я буду как-то их так условно обозначать так внешняя сторона получается белая и вот так делится на две части мы сильно не будем разделять но тень немножечко сделаем то есть она здесь получается загибается выступает точнее наружу поэтому изнутри у нее тень белой штуки так теперь само окно и а само окно кстати светлое на удивление но здесь сильная тень здесь тень сильнее получается потому что сама вот эта штука она более темная и поэтому и тень будет казаться здесь темнее поэтому прорабатываем сразу и приступаем к следующему окну вот теперь у нас начинается веселье потому что это окно очень сложное но мы его все-таки достаточно сильно упростим чтобы мы тут не умерли от подробностей мы его все-таки так условненько все-таки немножечко проще сделаем так я толщинку немножко показала совсем чуть-чуть так у нее здесь типа крыши темной темной части давайте сразу эту штуку прорисуем потому что она какая-то то ли волнистая то ли что так крышу мы тоже сразу обозначаем что она темная в любом случае будет темной так и дальше у нас получается идет белая часть которая здесь превращается в какую-то колонну вот давайте вот так сделаем и колонна и колонна здесь у нас с какой-то тоже фигуренкой что-то здесь есть так как-то она сильно наступает ладно здесь надо не забыть тоже белые оставить и внизу видите тоже какая-то штуковинка мы тоже так условно обозначаем на этой картинке не особо видно да и нам особо не нужно честно признаться вот так обозначили теперь углубляем туда окно то есть окно там вообще в глубине в глубине и оно получается вот сюда идет и вот здесь немножко больше видно вот так все вот как-то так здесь получается не темная рама у этого окна к счастью не белые рамы а черные это не может не радовать поэтому можете сразу уплотнить весь контур окна так она у нас делится на 4 части всего так и вот так и вот эти все потемнения мы немножечко сейчас обозначим но потом цветом сделаем конечно же цветом тоном доделаем еще здесь можно вот у нас получилось окно сейчас немножко уровень позатайк но получился так и вот здесь можно сразу уплотнить что эта штука в тень уходит эта часть здесь тоже немножко в тень и здесь у нас тоже тень потому что она как-то там уходит и вообще как темная здесь есть часть выступающая думаю может какой-то защитный козырек что ли ну короче темная здесь есть она хорошо отделяет как бы вот эту штуку как козырек не знаю в общем вы меня поняли я надеюсь так ну смотрите у нас уже начинает появляться наш домик поехали дальше теперь вот эта наша крыша вот здесь же она не забываем здесь кусочек крыши так сразу уберем чай не размазала предыдущие тикс тоже сразу белый кантик белый кантик нужно сразу обозначить так и вот это тоже козыречек сразу обозначу как там здесь вроде бы разделяется не разделяется хотя давайте разделим здесь второй слой идет он немножко дальше получается выступает тоже так остро и уходит вот сюда получается а это его ну где-то тоже есть здесь основание там просто тень совсем такая все перекрывающая но там где-то есть место где она присоединяется к самому зданию поэтому как-то вот так вот в общем сделаем хотя может быть здесь тоже есть эта штука непонятно здесь вот плохо видно вот в этой а здесь прям видно что какие-то два выступа есть давайте тогда в тень это все уведем сразу потому что там все равно очень темно в любом случае так можно еще чуть-чуть так здесь я хочу еще плотнить все здесь чуть-чуть совсем совсем немножко здесь ладно все это дальше цветом лучше сделать так наша крыша немного уехала ничего страшного так какая-то здесь выступ у нас есть так все эти кирпичики мы потом прорисуем я хочу вот здесь вот эту штуку прорисовать это же тоже наше окно получается со всеми этими подробностями колоннами как-то так или она уходит не она наверное уходит сюда вот сделаем все оно все равно там в тени если честно страшно приступать к этим к этим окнам они такие страшные поэтому я тут стараюсь оттягивать этот момент как только могу поэтому вот хочу здесь еще немножечко порисовать крышу продолжить так не знаю почему я честно начала эту штуку правда хочу оттянуть момент так видите надо все-таки сделать эти окна так выступ дальше кусочек крыши крыши и выходим на колонны белую часть обозначаем дальше у нас колонна 1 колонна 2 вот как-то так штуковинки штуковинки внизу тоже надо обозначить это все дело так 1 2 и все уходим в окно жирненько обводим окошко потому что у нее черная рама очень удобно здесь тоже пожирнее делаем здесь как-то он пропадает немножко здесь сильнее видно раму так мы и делаем появилось еще одно окно отлично сейчас немножко вот эту вот крышу обозначим вот здесь тоже немножко делаем от фона здесь вообще прям видно вот который отбрасывает это в окно мы ее тоже обозначаем и какая-то вот эта штука что с ней делать как с ней быть вообще непонятно так давайте второе окно второе уже не точнее оно уже третье уже не так сильно страшно уже вот когда разбираешься в какой-то сложной конструкции и разбираешь на понятный элемент уже вообще не страшно все уже понятно поэтому нужно все сложные элементы которые вы хотите нарисовать собрать на простые какие-то палка-палка человечка это вот про это палка-палка огуречек получился человечек точнее если правильно говорить так вот здесь у нас тоже тима будет сейчас мне обозначу и опять таки само окно тут мы прям сильно его видно в смысле того что там прям темненькое здесь тоже темно так то есть неравномерно распределяем перепонки на окне тоже поддерживали всю конструкцию так сказать так поехали дальше все мы расправились с этим окнами я думаю с них достаточно а вот здесь получается только здесь есть какая-то ажурная штука но хорошо у нас есть утолщение которого просто другого цвета а потом идет рюшечка такая условная рюшечка но она есть вот так она идет ну обозначили так обозначили дальше вот здесь я предлагаю идти не прямо 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 а немножечко корявенько это потерпнет то что у нас дом из кирпича и он такой не супер новый вот это немножко подчеркнет текстуру фактуру точнее этого дома немножко я пройдусь еще так и то же самое я делаю с остальными контурами так здесь фартук или что это такое вообще непонятно я не могу слушайте я не увидела у нас здесь вообще есть ливневая труба оказывается я не заметила так вот все я заметила я обозначила как раз идет по контуру дома вот здесь у нас можно фактурку фактурку дайте мне фактурку так здесь все у нас уходит в тень уходим в тень здесь уже немножечко в тень а здесь сильно в тень прям сильно отделяем мы конечно потом еще акварелька все это делаем но хочется немножко чуть-чуть отделить вот эту переднюю часть вход от всего строения вот видите она уже как выхолопля чутенько так вот здесь чуть-чуть чуть-чуть совсем чуть-чуть так я хочу обозначить эти наши кусты чтобы потом окна делать двери все такое не мешало так здесь тоже какие-то травушки муравушки будут есть тоже какой-то отдельный отдельный вид так немножечко внутри поделаю по фактуре тоже немного можно здесь немножко поштриховать потому что в любом случае внизу это будет темнее потому что как бы у нас там не ну как бы он же разный весь там тень появляется в любом месте за счет листьев и не равномерной фактуры но все равно какая-то общая форма поддерживается и она у него как бы есть у этого куста так поэтому мы ее подчеркиваем здесь тоже кустик у нас есть тоже давайте сразу прорисуем что в них упирается все наше дальнейшее существование из-за того что окна двери упираются в них так угу и вот этот цветочек получается или цветочек или кустик что-то такое короче что-то такое у нас что-то у нас такое раз такое условное так вот кустики мы обозначили можно здесь делать окошки окошки у нас окошки окошки достаточно широкие вот здесь можно как раз уйти потому что мы уже обозначили так у нас эта штука беленькая здесь не плоская сверху кирпички тоже здесь можно получается немножечко фактурку не прямо сделать а прямо там же кирпички у нас можно прямо обозначить немножко неровности так это мы обозначим и само окно он там прям внутри но оно тоже с черной рамой поэтому смело проходим все на делится только пополам отлично обозначили теперь второе такое же окно делаем тут уже вообще не страшно страшными были только верхние окна с кучей подробностей каких-то эти как они называются колонны какие-то штучки штучки трючки так нужно здесь немножко тоже вот так направить фактуру так так сейчас я вырваю здесь так само окно раз два идем на сурови все вот окна уже готова уже осталось совсем чуть-чуть в принципе только дверь осталась так ну давайте дверь основную коробку сначала нужно наметить я кстати тут заметил что у них вот тут идет белый уже другой постнаментик получается здесь даже какой-то заборчик давайте его обозначу так это придаст интересу давайте здесь его кстати поставим заборчик вот мне кажется так интереснее так вот у нас вот эта рама упирается в белую часть нашего дома вот я так понимаю что это что-то типа фундамента наверное так начертили раму надели корону я на самом деле хочу вот здесь еще немножко доработать что-то я бросила окна неправильно я это сделала и ничего не углубила и она мне мозолит глаза теперь так потому что они вот этой штукой ну вот этой белой но сильно здесь тень делает нависает же получается над этим всем делом и делает тень так вот дальше поехали у нас теперь внутренняя часть тоже нужно полностью обозначить то что она полностью видна только здесь у нас будет перекрываться так хорошо поехали дальше разделяем на окно здесь толстая часть здесь такое отделение здесь вот эти белые штуки перепонки соединяем немножечко здесь надо приштриховать что здесь будет темно надо сразу это обозначить тез слезу все штрихую так в нескольких направлениях перекрываем и здесь можно подчеркнуть немножко увести тоже в тень так же как у окна вот так у нас есть вот эта перекладинка у нас да из нее прямо уже сразу растет дверь в смысле того что она как раз упирается в эту перекладину наша дверь так так у нее белая штука может почтовый ящик из чего она тут состоит Что-то около того. Может она не так, но фактуру все равно нужно сделать. Я не буду это штриховать, потому что значит это будет большое черное пятно, но оно будет впоследствии, но я лучше о квариерке это все сделаю. Так, здесь подчеркиваем углубление. И тоже какие-то как ниши сделаны. Аккуратненько. И подчеркиваем только определенные стороны этого всего. Вот эти черные тоже мы не будем штриховать полностью. Так, здесь у нас будет это. Эту можно заштриховать на важнее, потому что она прям реально черная. на балдашник. Это перила, перила. Часть перила. Я забыла, как называется. Это сделка. Так. Это часть перила. Она прям темная-темная, не может. Без дозрения совести штриховать. Так. Здесь у нас лестница. Вот лестница. Вот так вот. Здесь у нас перекрыт получается. Мы подчеркнем только вот эти вот ребра, которые в параллельной земле и тут. Которая загибается получается на лестнице, если так размышлять. Потому что они самые темные в этом месте. Здесь тоже очень темный выход. Тени отбрасывают от самих себя. Так. Немножко больше фактуры. Сделаем лестнице. Какая-то у нас дверь получается непроработанная из-за того, что я так оставила. Ну ладно. Она потом доработается цветом. Хотя вот здесь можно немножко подчеркнуть. Фактура у нее вообще какая-то такая неявная. Видимо, совсем там вот эти вот штуки вырезанные, они либо врезанные очень неглубоко получается. Поэтому такая неявная фактура. Плюс черный цвет он поглощает достаточно сильно. Так. И вот здесь тоже что-нибудь обозначим. Камушки какие-то. Вот так. Так. Нам осталось на самом деле... Что нам осталось? Нам осталось вот здесь шестиугольники делать. Надо сделать. Так. Давайте сделаем первый ряд, а дальше уже пойдет веселье. Итак. На черепице закончилось место на карточке, поэтому я уже сделала вне камеры, пока перекидывала материал. Ну, я думаю, что вы и сами справитесь. Я, в принципе, начала. Там схема достаточно простая. Единственное, что я сначала очень легко нанесла всю черепичку, а потом уплотнила просто в нескольких местах, там, где вот по референсу темнее просто. Чуть-чуть утемнило и как бы все. И удалила, собственно говоря, карандаш. Вот. Поэтому можем наконец-то приступать уже к акварели. Я хочу начать с вот этой части, поэтому мы намешиваем рыжий-красный на что-то там. Сейчас посмотрим, как пойдет. Я хочу делать смеси прямо на самом рисунке. Ну, то есть вливать цвета уже в основном на изображение. Так, он сюда заходит. Сюда немножечко более оранжевый. Так, на вот эту часть нельзя заходить. Так, теперь нам нужен более красный, более такой темно-красный. У меня есть такой более кирпичный. Можете охру просто добавить. Или сепию. Чтобы получился такой темно-красный насыщенный. Я, честно признаюсь, не помню, как у меня называется цвет. Вы можете заглянуть в видео, где я распаковываю весь набор. Там есть и цвета, все названия. Ну и номера, понятное дело. Так. Теперь нужно немного ультрамарин. Немного красного. И идем сюда. Если вмешивать зеленый, хотя очень хочется на самом деле, то будет сильная-сильная грязь. Поэтому я совсем чистого зеленого возьму вот в эти места. Потому что там прям просится на самом деле зеленый. Прям вот чувствуется там. Лучше его чистым класть и сильно не смешивать. Значит будет грязище-грязище, потому что они противоположные цвета. И противоположные цвета дают грязь. Вот тут чуть-чуть можно мешать. Совсем чуть-чуть. Ко мне залетела гигантская муха. Надеюсь, она вам не мешает. Так. Сюда тоже оранжевый. Смешать надо. Чуть-чуть добавим. Еще хочу ультрамаринчику. Вот эти бородовинки. Это или венецианская красная. Я, честно, не помню. Я тогда набирала в свой набор что-то нестандартное. В итоге я позабывала все названия. Классические-то я знаю. А вот не классические я понятия не имею. Так. И сюда немножко. Пока вот все влажненькое, можно немного добавлять. Так. Сюда можно чуть-чуть вниз вот сюда добавить. Угу. Теперь я беру всю вот эту смесь. И иду. И спокойно заполняю здесь вообще все. Здесь все в тени. Тут заборчик будет. И вот этой совсем темной. Вот здесь еще тоже прохожусь. Так. О, хорошо. Ультрамари немного. Хорошо возьмется. Так. Угу. Как-то сильно темно. Хотя, в принципе, все не так страшно. Так. Угу. 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 Все. Это мы пока не трогаем. Центр мы тоже, получается, не трогаем. Хотя, кстати, вот этот цвет очень хорош. В него я бы добавила еще... Это у меня марс-коричневый и... Ну, можно марс-коричневый. Главное, не черный брать. И серое-белина. Они дают такой вот красивый... Красивый черный. Такой, знаете, акварельный черный. Который, на самом деле, вообще не черный. У него есть какие-то другие оттенки. Но он дает такой очень темный. Потому что мы можем как раз вот это все сделать. Так. Аккуратненько все заполняем. Я бы немножко, на самом деле, коричневого добавила. Вот такого откровенного. Коричневого. Немножечко. Эта муха мне мешает. Надо же было ей залететь в перерыве. Сейчас буду выгонять. Так. И этим же цветом. Только вот как раз больше коричневого. И я более термарина добавила. Можем здесь сразу проработать. Чтобы мы потом могли с этой аркой дальше работать. Надо сначала вот эти все. Все темненькое сделать. Но в любом случае здесь у нас темное. И будет темным. Поэтому спокойно все покрываем. Так. Немножко коричневого. И нужно повливать. Чтобы оно было немного разнообразным. Так. Хороший коричневый получился. Давайте тогда вот эти панель тоже сделаем. Когда получился красивый цвет. Можете его потыкать во много места. Заодно объедините всю картину. Так. Теперь можно крышей позаниматься. У нас вот как раз такая образовалась серо-сизая какая-то масса. Она идеально подходит под цвет нашей крыши. Она тоже такая какая-то серо-голубоватая. Какая-то такая вот странненькая. В общем. Немножечко даже зелененький можно добавить. Вот так. Прям хорошо. Хороший такой сложный цвет получился. Неопределенный такой вот. Можно как раз коричневый немножко добавить. Здесь тенюшечку бахнуть чуть-чуть. Ну темнее чуть-чуть. И вот здесь получается. Так. Сейчас еще серый пеней. Коричневого. И я сюда уйду. Еще серый пеней добавила. Так. Вот так. Красивенько получилось. Отделилось у нас все. Все это дело. Вот сюда мы уже бахну. Там же есть какая-то планочка. Она у нас как раз расплывется немного. Здесь можно тоже тенюшечку дать. Вот здесь добавим. Вот здесь тоже можно. Как раз она растечется хорошо. Вот здесь. Так. Еще поплотнее наберу. И крышечку сделаю. Вот. Еще я могу сразу вот сюда. Смотрите, как красиво еще сделаю. Сейчас я охру. Это седина, по-моему, у меня. Что-то такое средне-коричневое. Такое вот. И смотрите, сюда так. Видите? И она все растеклась. Теперь немножко лутом. Так. А то у меня, по-моему, другая образ золотистой. Как раз таки более светлая. Можно обычно. И продолжим. Видите? Смотрите, как красиво. И вот сюда можно добавить, чтобы она взяла и растекалась. Вот так. Там все равно она так красиво переходит в эту тень. Но это как раз и сделали. Вот. Красота. Красота. И можно, кстати, пока она здесь тоже намешана, виски сделать. Все равно мы сейчас крышу будем делать. Так. Немножечко надо цвету добавить. Так. Чтобы она тут растекалась. И смешивалась. Потому что по факту там и не видим этого всего перехода. Мы только предполагаем, что она там есть. Так что. Серый пеный немножко добавить. Она более синенькая. Еще у кого-нибудь синенького тоже. Хочется всегда прям бахнуть. Вот. Пустите. Смотрите, как сразу крыша так тринч вышла на передний план. Так. Пока у нас вот это все опять-таки намешано. Сюда идем. Так. И тут больше как раз коричневого хочется. Так. А здесь нужно больше коричневого. Потому что это все в тени. Вот так вот. Вот оно все смешалось. Отлично. Так. Где там наш серенький? Продолжаем. Создавать крышу. Больше голубенького. Здесь зеленушечку можно пустить. Вот здесь откровенно голубой. Немножко прямо такого. Голубого-голубого. Вот здесь пахнуть вот красиво. Ой. Залезла, как обычно. Так. Здесь можно. Темнее сделать. Так. Немножко заполняем. Вот здесь опять тоже хочется голубого. Вот сюда. Так. Вот здесь он хорошо смотрелся. Так, теперь темненький берем. Но он уже не особо темненький. Вот видите, я здесь залево. Я не хочу промывать. Потому что вот эта бумага почему-то не очень любит, когда ее моют. Она скатывается некрасиво. Поэтому я потом просто как раз таки белым доделаю. Нет, здесь вообще ничего страшного. Раньше считалось, что ой-ой-ой, это вообще неприлично. Выши пилотаж вообще без вот этих вот белых штук нарисовать. Ну, это такие ограничения и условности бессмысленные абсолютно. Ну, добавишь ты белого, ничего не случится. Если она гармонично смотрится, почему нет? Зачем себе что-то запрещать? Вообще не понимаю. Рисование должно приносить удовольствие, а не муки. Так. Внутри морильчик. В эту всю смесь. Так. Хочу размыть. Мыть, мыть, мыть. Вот. Смотрите. Наша крыша появилась. Теперь нам нужно, кстати, вот этот кусочек крыши. И вот просто плотно закрываем темным. Повторюсь, она у нас в тени. Поэтому бахаем просто темно. Здесь прям сильно-сильно темненько по контуру. Так. Здесь у нас все подсыхает. Ну, пусть еще подсохнет. Ну, мы, кстати, можем вот это сделать. У нас здесь же есть смесь такая вот подходящая. Так, аккуратно все, я закрываю пока. Сейчас мы тень там сделаем. Так. У нас тут более темная часть. Вот здесь получается по этому контуру. Буват. У меня был, если честно, такой цвет хороший. Ну, здесь немножко бы фактурки добавила. Ну, как бы имитацию таких кирпичиков сделать. Симпатично получается, мне кажется. Все, чуть-чуть надо. Всегда нужно вовремя остановиться. Так. Ну, что ж. В принципе, можно вот эту центральную часть сделать. Потому что она у нас такая очень светлая. Здесь вроде вокруг уже все высохло. Главное не забыть, что там белая часть есть. Так, сейчас я покрою вот этим цветом. Таким нейтральным, красным. Потом немножко расцветим. Дольем туда цветом. Так. Так. Угу. Теперь немножко больше красного. И вот сюда. Нужен более кирпичный такой оттенок. Так. Это у нас. Это сине-но-жженое. Так. Что-нибудь еще такое более красное. Красно-рыжевое от такого. Здесь тоже больше оранжевого хочется. Вот в этой части. Так. И чуть-чуть. Все-таки вот здесь темного надо бахнуть. Немножко зеленого. Ладно, не страшно. Ну, получается вот здесь тоже тень видимо падает. Здесь немножко темнее можно сделать. И вот здесь по контуру тоже можно пустить. Пусть она расплывается сама. Вот. Видите, ужасно. Она часть у нас сделана. Яркенько. Насыщенно. Я нашла. Что мы забыли? Вот кусочек крыши. Надо его потемнее чуть-чуть сделать, чтобы он туда ушел. На задний план. Кусочек. Крыши мы забыли. Сейчас я поменяю воду, чтобы мы могли зелень сделать, пока весь основной дом у нас сохнет. А то у нас уже такая красная как раз таки и будет грязь тормать. Так. Все. Вода поменяна. Давайте приступать наконец-то к нашим этим... К чему? К кустам. Так. Я беру такой средний теплый зеленый и покрываю частично наше растение. Полностью я не хочу делать, а так только часть. Вот здесь я не буду практически цветом пользоваться. Пусть оно уходит туда. Растворяется, короче. Так. Покрываем все это дело. Тут уже у нас какие-то тоже есть зеленушечки. Зеленушечки, зеленушечки. Так. Сама сказала не буду туда заходить и зашла. Так. Окей. Теперь я хочу сразу немножко темного добавить. Литрамарин. Я бы на чистый все-таки литрамарин взяла. Пусть он сам смешивается с зеленым. Так красивее получается. Так. Больше внизу. Более темная часть. Так. Ну и вверху тоже немножечко все-таки он такой фактурненький товарищ. Здесь чуть-чуть. Так. Добавим немного объемов. Так. Что я еще хочу? Хочу еще немножко утемнить. У меня там такой классический зеленый беру. Ультрамарин. Еще у меня какой-то там синий есть. Вот. Прямо такой вот глубокий сделать. Вариант. Хочется прям чего-то такого темненького. Потому что у нас насыщенный дом сам получается. И хочется прям в противовес ему тоже сделать насыщенную такую зелень. чтобы оно уравновешивало друг друга. Вот. Сюда тоже надо обязательно добавить. Опять-таки, чтобы это не было единым пятном каким-то. Так. Ну что ж. Давайте немножко окна сделаем. А. Я хотела вот эту часть. Слушайте, у нас тут есть вот этот такой какой-то странненький цвет. Вот. Чуть-чуть проработать вот эту часть. Прям совсем чуть-чуть. А то она там голая такая осталась. Она мне... Меня напрягает. Мне не нравится, что она там лысенькая такая. Так. Чуть-чуть вот так. И вот пару заборных досок. Вот так вот. Все. Не трогаю. О! Зелень получилась уже очень хорошая. Давайте чуть-чуть сюда добавим с желтенькой. В эту зеленушечку. Чтобы она совсем уже была полноценная. Ой! Я уже совсем смешала зеленая. Ну вот так вот. Сюда можно тоже чуть-чуть добавить. Так. Так. А еще. А еще. А еще. Здесь надо отделить дом от... От дороги. Потому что сейчас у нас все слеплено. Так. Я беру какой-то такой зеленовато-коричневатый. И смешиваю с этим серым тоже. И можно еще вот все ступенечки проделать. Так. Отделилась у нас нет? Ну, вроде отделилась. Хорошо. Так. Можно здесь еще чуть-чуть. Так. Чуть-чуть немножко добавить. Мне кажется, там подцветают немножко эти ступеньки. Поэтому такая... Хочется добавить зеленого, так как он там есть. Вот. Хорошо. Мне, если честно, нравится вот это пятно. Но оно здесь не повторилось. И мне это не нравится. Надо его повторить. Вот. Так. Лучше. Сюда можно его бахнуть. И сюда. Она как-то немножко, видимо, подрастворилась. Это был, видимо, первый такой очок. И он хорошо пошел. Слушайте, как хорошо получается. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Надо обязательно себя хвалить. Не забывайте об этом. Так. У нас вот такая вот какая-то тоже странная смесь. Из всего на свете. И я предлагаю ей вот пройтись по вот этому месту. Немножко охры добавить. Тоже на основе охры. Охры там что-то. Что-то такое на основе охры, короче. Что-то такое среднее, шелтовато-сероватое. Уже табличку можно проработать. И сюда получается. Так. Какая-то тут табличка. Я, к примеру, даже не увидела к ручьёю. Не страшно. Так. Хочу немножко затемнить вот такую вот серую пеню. И проходимся вот тут. Затемнели. Тенюшечку. И вот здесь можно пройтись. И вот так. Отлично. Теперь хочется немножко больше ступеньки. Здесь тоже утемнить. Здесь немножко задеть. Вот так. Вход уже практически готов, я считаю. Так. Давайте вот эти вот сделаем окна. Что-то у нас есть вот эта вот смесь. Можно её... Тут можно подразмыть. Размыть, смыть. Ну, не сильно. Ладно. Не беда. Чуть-чуть голубого. Вот тут у нас красный не дошёл до сюда. Надо его уточнить. Ай-яй-яй. Я всё испачкала. Не надо. Это я часто этим занимаюсь. Надо искусственную кисточку просто взять. Жёстче. Лучше будет мыть. Ну, конечно, берём. Эта бумага не любит, когда её моют. Что ладно. Оставим. На самом деле, пока всё подсыхает, я бы, наверное, оставила всё сохнуть. Можно сделать, знаете что? Можно намешать. Хотя ладно, в самом конце сделаем вот эти вот капельки, как народ делает. Мне нравится. Я в Инстаграме подсмотрела. Это симпатично смотрится. Это, да, придаёт такую фактуру. Что-то я запустила в своих кисточках. А нет, я хотела бы как раз-таки зелёную взять. Я тут увидела, что он слишком угрыбается сильно. Ну, слишком резко. Вот. Так лучше. Так лучше. И мы тогда всё закапаем. И будет лучше. Ну, в смысле того, что будет симпатичнее. Тогда продолжаем. На самом деле. Так, ещё серой пейной. Прямо отдельно окном. Отделить от рамы. И подчеркнуть фактуру. Так, они у нас светлые же, получается. Да, они не светлые, но какие-то странные светлые. Чуть-чуть тёхлые я добавила. Так, вот эти окна. Тут у нас много тёмных моментов. Я опять коричневый, серый, пейный. Всё, всё те же, всё там же. И заполняем постепенно тёмные места. Всё, что встречается у нас на плече, всё заполняем. Так. Так. Вот так. Я бы, если честно, сразу окошко сделала. Сюда. Сейчас я зелёного вот этого чуть добавлю. Там какой-то коричневый, зелёный есть. Можно туда его вмешать прям сразу. Так. Сюда. Чуть тёплого вот такое. Такой зеленоватый чуть-чуть. Ну, вот так. Какое-то вот такое вот окно. Сейчас мы ещё немного вот это делаем. Так. Давайте ещё вот эти окна тоже. Так, чтобы потом можно было раму делать. Так. Здесь тоже. Уже начало смешиваться. Ладно, пусть её подсохнет, а то я рукой уже всё моделяю. И встретимся через паузу. Так. Я тут осознала свою ошибку. Потому что, видите, здесь есть этот козырёк. И здесь есть козырёк. Но почему-то вот здесь я его не сделала. Так что самое время справляться. Ничего критичного не произошло. Ну, это чётко так. Ну, бывает. Упускаешь какие-то моменты. Можно её сделать цветом. Так. Намечаю. Немного больше серой перины, как обычно. Чуть-чуть темнее. Вот так. Чуть-чуть больше коричневого. И теперь можно продолжить на самом деле. с окнами разберётся. Потому что я тут начала, но не продолжила. Так. Этот кусочек окна у нас нужен головой. Нужен головой. Вот так. Так. Дальше. Здесь очень такие контрастные места. Прям. Надо все проработать. Так. Здесь тоже. Вот эти штуки. Они тоже достаточно такие контрастные. Декоративные. Их нужно обязательно проработать. здесь. Вот здесь тоже. Сильно тяну. Здесь тоже сильно тяну. Сейчас тяну ходит. Так. Здесь. Тоже это крыша типа. Декоративные штуки. Тут декоративные штуки, которые я забыла. Ручкой наметить. Ну ничего. Так. Здесь тоже темная часть окна. Прям такая. Здесь темная часть. Ну в принципе уже хорошо выглядит. Я бы еще вот здесь немножко подчеркну саму раму. Таким темным прям. Так. Я думаю это уже можно не трогать. Я бы знаете что сейчас сделала. В принципе вот это место мне уже нравится. И вот это уже хорошо. Нам нужно вот здесь немножечко подчеркнуть фактуру. Для этого у меня есть специальная отдельная кисточка для кирпичей. Я взяла, ну это конечно не самая маленькая, но плоскую кисточку. И получается просто подрезала, чтобы у нее был прям ровный-ровный край. Это единичка, но можно еще меньше брать. Ну вот. Пока у меня есть такая. Это я подсмотрела у американского художника, который много рисует вот такие вот дома. У него целый набор таких разных кисточек. Правда у него с более длинным ворсом. Я не знаю зачем. Мне кажется это страшно неудобно. Я сначала попробовала вот с более длинным вариантом. У меня вообще не пошло. Вот. Я подрезала и как-то получше стало. Так, надо было большой кисточкой конечно намешать себе цвет, но ладно. Что я хочу сделать? Я хочу сделать парочку кирпичей. То есть она получается вот по форме как кирпич. Ну то есть по... Ну конечно она крупновато получается, но такую легкую фактуру вы можете нанести такой вот кисточкой. Надо обязательно только следить за цветом. Чтобы у вас был разный цвет этих всех кирпичей. Сейчас мы еще белой ручкой немножечко подрисуем. Подтеркнем фактуру. Нужно несколько раз по одному этому же месту проходиться. Так, чуть-чуть красного. Видите, я постоянно барьирую цвет. Чтобы он был на каждом кирпичике немножечко разным. Где-то чуть-чуть светлее. Вот здесь же светлое. Надо чуть-чуть светлее. Здесь прям оранжевый. Слишком яркий. Можно не оставить. Здесь прям зелененький хочется. Чуть-чуть зелененького. Здесь зеленое пятно, значит кирпичи должны быть зеленые. Главное переходящий в красный обратно. И тут тоже темно-красный. Тут уже классический кирпичный цвет такой идет. Все, они здесь в принципе растворяются. Я не полностью все делаю, но чуть-чуть подчеркнула фактурку этого дома, что он все-таки из кирпичей состоит. И здесь мы тоже сейчас немножко подчеркнем. И еще вот тут нам нужно немножко тоже подчеркнуть. В принципе, хорошо выглядит. Здесь прям темненькая опять. Видимо, подцвел немножко дома. Вот такой прям зеленоватый какой-то темный. Так. Хорошо. Прямо заиграла другими красками. Тут прям можно тоже еще чуть-чуть. И давайте тогда еще чуть-чуть сюда. Более такие оформленные в кирпичи. То есть это просто именно эта кисточка дает такой более прямой след от себя. И это помогает подчеркнуть фактуру. Так. У нас вот есть такой светлый. И поэтому здесь можно так, так, так. Чуть-чуть все-все добавим. Как раз у меня цвет качалец и он такой более прозрачный получается. Хорошо. То, что нужно в принципе. Подчеркнуть фактурку. Вот здесь можно тоже чуть-чуть. В итоге я практически все сделаю. Но такие полупрозрачные. Кое-где просто чуть-чуть кирпичики обозначить. Вот. Отлично еще там. Так. Еще вот здесь у нас место есть. Так. Ну, в принципе, мы практически закончили. Сейчас еще последний взгляд. Вот. Я бы немножко еще по тенюшкам прошлась. Прям. Вот здесь. Чуть-чуть добавить. Тени. Тени. Вот здесь. А, точно-точно. Подождите, подождите. У нас есть еще одно место с кирпичами, которое мы забыли. Вот здесь же у нас есть кирпичи. Ну. Слишком маленькое место. Слишком большая кисточка. Надо попробовать все-таки купить себе 0,2-0,5. В какой фирме, как оно обозначается. Немножко по-разному. Ну, в общем, поменьше единички. Попробовать посмотреть, как оно будет. Будет ли он работать так, как надо. Так. Вот здесь хочется еще немножко утемнить. Тоже провестись по этим шестиугольничкам немножко. Подчеркнуть их фактуру. Так. Здесь чуть-чуть. В общем, говорю, немножко по тенюшечкам прохожу с таким полуосновным. Угу. Если честно, хочу еще ручкой пройтись. Так. У нас же здесь все сухо. Подчеркнуть вот эту вот тему, которую я сделала. Немножко добавить. Так. Я здесь как раз-таки рукой размазывала. Так. Добавить кучерявости нашему кусту хочется. Так. Немножко утемнить в этом месте. Тоже подчеркнем фактуру, что эти кирпичики расходятся. У нас теперь они есть, мы мажем прям по ним. потому что нужно нарисованно. Пройтись. Так. Чуть-чуть по дверке. Так. Что у нас здесь? Здесь еще какие-то кружочки есть. можно их как раз сделать. Так. У нас где-то вот тут важно, да? Надо в нее залезть. то я себя знаю. Я залезу. Так. Угу. Надо здесь все-таки. Так. Все. Не залезть. Здесь подчеркнуть, что здесь тоже кусочек крыши. Угу. Я нашла незапятнанный кусочек. Так. Чего еще хочется? Хочется уже белой ручки. Так. На самом деле можно здесь немножко пройтись. Там где сильно я залезла акварель, лучше этой штукой, короче. Пуской. Он более плотный. Я просто почему-то купила очень, слишком толстый. При том, что я брала для таких работ, но почему-то взяла потолще. От жадности. Побольше, потолще. Надо просто купить потолще. Потому что он самый перекрывающий, в принципе, из всех. Самый долговечный. Ну и самый удобный, понятное дело. Что-то там вместо. Ага, мы же хотели точечки сделать. Вот сейчас как раз делаем точечки. Сейчас мы беленьким закончим. И сделаем, забрызгаем, короче, все. И оно вообще будет шикарно. Здесь хочется теньку. И за что, конечно, они забиваются очень быстро белые ручки. Нужно их подчищать постоянно. Здесь белые поручни. Чуть-чуть. Потому что ручка все равно дает такой, не такой, короче, яркий блик. Как ты ни крути. Какая бы ручка ни была хорошая. Хотя вот это одна из самых лучших. Именно по кроющим своим способностям, по всему. Но немножко не дает оно того, что надо. Настолько плотно, как хотелось бы. Поэтому... В дуэте они прекрасны. С поской. Собственно говоря, я из-за этого покупала. Я говорю, просто от жадности купила слишком толстый поской. И теперь немножко мучаюсь. Чтобы вот в этих местах, конечно, было бы хорошо плоской пройтись. Сейчас я постараюсь аккуратненько. Если не сильно надавливать, то получается более-менее тонкая. Вот здесь можно подчеркнуть фактуру. Там, где я залазила, можно чуть-чуть добавить. Так. Здесь можно... В принципе, без фанатизма. Малетка. Здесь можно чуть-чуть добавить, подчеркнуть кирпичность стены. По тем кирпичам, которые у нас уже есть. Смотрите, как интересно получается. Так. Ну, тоже без фанатизма. Совсем чуть-чуть. Так. Все. В принципе, я мешаю смесь. И мы лишаемся белого стола. Но не страшно. Так. Так. Я мешаю такой коричневый. Тоже вот такой вот. Зеленого чуть-чуть. Сейчас я проверю. О, хорошо. Набираю. Лучше все-таки закрыть все. Но мне не хочется. Вот. Ну, на камере так с ним видно, но в жизни виднее. Давайте еще добавлю чуть-чуть. Теперь. Это, правда, как-то плохо видно. Но фактуру вот эти капельки добавляют, конечно, красивые. Мне нравится, как они разбавляют вообще всю обстановку. В общем, я думаю, что у нас получилось весьма прекрасно. Я думаю, что у вас тоже все получилось. Потому что ничего сложного. Главное, получать удовольствие во время процесса. Все, мои хорошие. Подписывайтесь. Ставьте лайк. И до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!